Цель – это соблюдение водительским и конкурсовским состава масочного режима при перевозке пассажиров на территории города Саратова. Поскольку сейчас заболеваемость растет, то предпринимается мер для того, чтобы общественный транспорт не стал территорией распространения инфекции. К водителям какие требования? К водителям требования – наличие маски, обработка салона автобуса специальными средствами. Такие требования. Как показать практика? Как водителям маска, спецмазок? Ну, по-разному. Большая часть водителей, конечно, соблюдает ограничения, но, как мы видим, попадаются и такие люди, которые, так сказать, нарушают масочный режим. Мы к ним применяем меры административного воздействия, вставляем протокол административных правонарушений, которые направляются для рассмотрения в районный суд. А дальше как? Суд уже по итогам рассмотрения принимает решение либо предупредить нарушителей, либо вынести штраф от полутора до трех тысяч рублей. А повторный? Ну, там сумма, там, по-моему, санкции статьи предусматривает до 15 тысяч рублей штраф. А дистанция в автобусах сейчас как-то... Ну, по поводу дистанции сейчас увеличено количество подвижного состава на городских и межмуниципальных маршрутах. Это сделано для того, чтобы была меньше наполняемость пассажирами транспорта и, соответственно, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию. А вот сегодня проводятся рейды, и мы видим, что в основном водители сейчас в масках едут. А вы не думаете, что, завидев вас, ну, то есть у участников рейда, они предупреждают друг друга, чтобы все надели маски и проехали данный участок именно здесь? Ну, мы сейчас участок поменяем и найдем других нарушителей на другом участке. То есть вы меняете? Конечно, мы меняем где-то местные локации и, как бы, нарушители. Независимо от того, где мы находимся, мы найдем. А вот вы не первый раз проводите рейды? Вот в среднем сколько водителей попадает, так сказать, в безмасочном режиме? Ну, за рейд двое попадает в среднем. Бывает один. И такой вопрос. Видно, что в отличие от пассажиров водитель прикрыт перегородкой. Он находится в отдельном месте. Является ли это, так сказать, собственно, защитой от коронавируса? Смотрите, перегородка, если имеется такая вот перегородка, допустим, как вот мы здесь видим с окошком в этом салоне автобуса, то тогда я не имею права предъявлять претензий к водителю. Но, как мы видели до этого, там никаких перегородок между водителем и салоном автобуса нет. Таким водителям, да, мы в случае, если отсутствует маска, мы вставляем протокол об административном правонарушении. В отношении пассажиров вообще ведется какой-нибудь рейд? В отношении пассажиров у сотрудников министерства отсутствует полномочия составление протоколов об административном правонарушении. Ведется разъяснительная работа. Все салоны автобуса обклеены информацией о необходимости соблюдения масочного режима. Поэтому мы в отношении пассажиров только разъяснительную работу можем проводить. То есть пассажирам просто рекомендуется выливать маску? Ну, как сказать, рекомендуется. Рекомендуется, конечно, это в первую очередь обезопасить себя. от возможного заражения, болезни. Вот, но, тем не менее, другие контрольные органы также проводят проверки и выявляют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова